Вот, хотя, как оказывается, это я так думаю обычно. Да, рассказываешь каждый раз лекции, говоришь, ну, как бы сейчас ничего нового, только вот это поменялось, оказывается, для людей все, что я рассказываю, все новое, потому что слышат об этом первый раз. Вот, ну, что поменялось, поменялся один из маркетинговых наших лозунгов, да, если раньше мы говорили просто там unified, computing, ну, в общем, такие сложные английские слова, которые с трудом переводились одним словом там на русский, на украинский. Вот, теперь, потом начали применять слово cloud, но тоже все, когда слышат слово cloud, это не про нас, какой нафиг cloud, у меня там два сервера, три коммутатора, вот, то есть, как бы, опять же, это было немножко не для наших стран, вот, и народ как-то реагировал неадекватно, то есть, когда рассказываешь, что это не совсем про какие-то там облака где-то в Амазоне, а вообще о приземленных вещах, а, да, вот, а я-то думал, что сейчас тут про облака начнут рассказывать, как Microsoft про ажур, да, и как бы нам это далеко и не нужно. Вот, новая, скажем так, новая идея, которая возникла у наших маркетологов, она немножко ближе к земле, скажем так, ближе к нашим реалиям, действительно отражает то, что нам, в принципе, нужно сейчас от дата-центра, дата-центра как большого понятия, то есть, не как там от серверов, от коммутаторов, как от каждой отдельной железячки, потому что, что от нее нужно, да ничего от нее не нужно, нужно, чтобы все это вместе работало и составляло тот самый дата-центр, где живут приложения. Вот от приложения нам нужны, потому что организация любая, неважно, телеком, банк или там агрофирма, она все равно зависит от этих приложений. Как минимум отчетность, какие-то базочки, какие-то клиенты, почты, без этого уже не жить. Да, многие компании у нас сейчас, даже те, которые совсем там IT-непрофильный бизнес, превратились в компанию такую с условным названием EMC, email management company, да, то есть, утверждение любого там процесса, выделение средств, не знаю, там отгрузки, срочно вне очереди, или там выдайте ему, пожалуйста, или отпустите его в отпуск, или подтвердите мне там бюджет, ну, уже во многих конторах происходит именно по email, да, директору написал, директор написал, ок, обычно с телефона, стало проще, стало удобнее, действительно. Ну, как ни смешно, компания CISCO, она очень белая, очень такая вся пушистая, подотчетная всем там законам в любой стране, всем подчиняемся, ну, естественно, закону великих Соединенных Штатов, потому что американская компания. Вот, соответственно, все политики под это настроены, у нас куча систем, где ты должен себе там выписать отпуск, где ты там пишешь, что тебе нужен там фридейдам по каким-то семейным обстоятельствам, еще что-то. Ну, все это упирается в то, что, как бы, любой такой запрос какой-то должен менеджер утвердить, в принципе, а менеджер может находиться, например, там, в Дубае, он же там сидит, или в Штатах, у кого где, потому что компания большая, всемирная, и, как бы, получается по субординации, что менеджер может быть вообще непонятно, где находится. Ты даже можешь не знать страны, где он живет. Вот, и от него опруф получить с бумажкой не получается. И емейлом иногда тоже, потому что он его не читает, вот он отвечает за большой регион, он там эти емейлы вообще не читает. Пишешь смс-ку секретарши, она говорит, напиши Джунатану смс, он сейчас в самолете, но когда прилетит, и ты получаешь от менеджера аппрув в смс-ке. Аппрув-т. Ну, пишешь, спасибо, только можно теперь в почту, хотел бы. Вот, поэтому, как бы, дата-центры, это та штука, которая сейчас, как бы, очень сильно укоренилась в любой организации, неважно, это там маленький сервер, на котором пять виртуальных машин, и это весь дата-центр, или это что-то большое. Все, что мы хотим от этого дата-центра, чтобы он работал стабильно, чтобы то, что мы хотим на нем запустить, скажем так, запускалось быстро, работало с должной производительностью, и готовность ресурсов для реализации какого-то проекта, или даже там теста какого-то проекта, или для какой-то процедуры, готовность была максимально быстрая, потому что, ну, никому не интересно, там, нам надо поставить срочно отчетность, закончить там 1С новую версию, давай ее протестируем, сейчас я SQL-сервер настрою, а потом тебе тоже настрою, через два дня приходи. Да, хочется это все, как это в почте пишут, ASAP, да, вот, взяли аббревиатуру ASAP, as soon as possible, вот, но вложили в это немножко другой смысл. Сейчас расскажу, какой. Вот, то, что я говорил, почему от дата-центра мы сейчас хотим такой же реакции, как от облачных инфраструктур, и почему все вендоры, производители серверных платформ, коммутаторов, систем хранения, всяких оркестраторов говорят слово облако, облако, облако. Она уже всем приелась, но, тем не менее, она отражает суть того, что, в принципе, хочет любой заказчик, у которого есть IT-инфраструктура. Что он от нее хочет? Он хочет от нее практически мгновенной реакции по выделению каких-то ресурсов или реализации каких-то задач. То есть, многие говорят, не, облако это не про нас, мы тут маленький заводик, нам это все не надо, у нас тут свое подразделение, серверная комната, там сидят программеры. Ну, хорошо, только вот давайте поставим хотя бы, у вас интернет есть? Есть, конечно, да, вот интернет есть. Давайте посмотрим, куда ходят ваши пользователи. Берешь, настраиваешь там какой-нибудь лог или там какую-то программку простую, может быть, даже бесплатную ставишь. Кстати, у Cisco есть такая штука, называется Cloud Consumption Service. Можно на месяц запустить сбор логов на ваших там раутерах, коммутаторах, отправить Cisco и получить офигенно красивый PDF-документ, в котором будет разрисовано в графиках и пирожочках, куда уходит ваш трафик и куда ходит пользователь. И многие IT-подразделения удивляются. «Вау, у нас же есть файл-сервер, что они Dropbox'ом пользуются и Google Drive'ом?» Ну, потому что там это быстрее. Потому что захотел человек что-то там передать информацию, иногда личную, иногда служебную даже. Он зашел на ресурс, который он знаком, да, и там Box.com, там, Dropbox, еще что-нибудь. И он выразделил. Захотели маркетологи сделать какую-то там рассылку, им нужен какой-то почтовый ящик, и они понимают, что туда будет валиться спам, или туда будут присылать какие-то рекламные макеты, или еще что-то. Они на Gmail почтовый ящик создали, все, у них есть, класс, отлично. Половина такого происходит в компаниях. Многие компании имеют корпоративную почту, тем не менее самые большие вещи пересылаются через бесплатные сервисы. Это о чем говорит? Это о том, что IT вообще не контролирует их. Это все находится где-то там, в облаке. И этим пользуются все поголовно. У кого там есть телефон, у кого есть ноутбук, планшет, компьютер на работе. Если это все жестко не запрещено, то люди этим пользуются иногда больше, чем корпоративными ресурсами. Почему? Потому что очень быстро. Раз захотел, получил. Раз захотел, получил. Не надо, уничтожил. Забыл за него, потому что это ресурсы бесплатные, не надо им пользоваться. Не хочу и не трогаю. Соответственно, получается АСАП. То есть захотел, ресурс, получил. А эти инфраструктуры такое не готовы сделать. Так вот, Cisco покладает максимум усилий именно в направлении дата-центров, для того, чтобы АСАП происходило именно в локальном цоде. В цоде тем, которым владеет сам заказчик. То есть его данные, его серверы, его системы хранения, его сети были готовы к тому, чтобы подготовить какой-то там ландшафт, какой-то проект, выделить какую-то виртуалочку, развернуть какое-то трехуровневое приложение. Ну, причем так же просто. То есть зашел в какой-то интерфейсе, клик-клик-клик, получил красиво. И неважно, это делает сам пользователь, потому что этот пользователь называется программист, и их там 20 человек сидит. Или это делает главный админ, который он же CIO, он же главный закупщик, и он же почти чуть ли не член правления. Вот. Ну, такие случаи полно, да. И он же сидит, и сидит, что ты делаешь? Да мне сейчас тут виланы надо понабивать, и будет все нормально. Сейчас все сделаю, раутинги попрописываю. Ну, понятно, да, что эту задачу нужно выполнять, но желательно, чтобы это выполнял кто-то, но не он, да. Он должен подумать, надо оптимизации, какое внедрить решение, что еще предложить своим пользователям. Как минимум отмониторить, куда они ходят, и понять, зачем это им нужно. Если они там домашние фотки выкладывают, ну, это их дело. А если они там рабочую документацию таким образом пересылают, потому что почтовый ящик 2 мегабайта, то понятно, что надо этот ресурс как-то предоставить. Вот, и поэтому, как бы, наша задача, с точки зрения ЦИСКа, именно в решениях для ЦОДа, и в серверной платформе, и в программном обеспечении, которое сопровождает любую серверную ландшафт, это сделать вот такую вот вещь. То есть, все те рутинные операции, которые происходят в ЦОДе, прежде чем что-то там заработало, запустилось, иногда, может быть, запустилось всего на 2 часа просто проверить, происходило ни часы, ни дни, ну, и тем более, ни месяцы, да, а происходило в течение там 15 минут, ну, то есть, ровно столько, сколько нужно потратить на какой-то интерфейс, вводить какие-то параметры и данные, получить таки этот сервис. Как мы этого добиваемся? Ну, естественно, нашими продуктами. То есть, во-первых, ну, анализ, первая буква, да, в слове ASAP, анализ, аналитика. Аналитика происходит везде и на всех уровнях. То есть, аналитика относится и к контролю безопасности, аналитика относится и к контролю производительности, аналитика относится и к тому, чем пользователи пользуются и как мы изменяем эти продукты. То есть, это двунаправленный процесс. В нашем ЦОДе есть возможности для пользователя этого ЦОДа, скажем так, если он у себя имплементировал Cisco Design, получать максимальную аналитику от своей инфраструктуры. Для чего она нужна? Для быстрого принятия решений. Какие ресурсы расширить? Какие ресурсы используются не так, как нужно? Какие ресурсы у нас болтаются не там, где нужно, не под тот департамент выделены и не используются, а здесь вот узкое место. То есть, аналитика нужна, ну, как минимум, там поиск каких-то неисправностей, ошибок, причем не с точки зрения, о, порт не работает на сервере. Ну и что? Он на что влияет? А вот бухгалтерия кипишует, что у них там, не знаю, SQL тормозит, вот, тогда надо искать, а кто же виноват. И поиск этого дела занимает иногда дни, потому что не могут вкловить, где же проблема. В чем? Да, звоним там, не знаю, в NetApp или в EMC. Ребята, у вас там сторож ступит. У нас все нормально, по логам посмотрели, все окей. Звонит на ЦИСКО. У вас там сервера плохие, не нормально. В EMVAR, в эсферу только что обновили, какая-то тупизна прайсов. Где это все искать? Соответственно, стараемся сделать так, чтобы это в СОДе было максимально доступно и возможно, причем с корреляцией, на что влияет какой-то инцидент в СОДе. Вышел из строя сервер. Это инцидент, инцидент. Влияет ли он на продуктивную работу самой организации? В каком-то случае да. В каком-то случае все остановилось. А в каком-то случае он вообще ни на что не влияет. Это просто маленькая ячейка, элемент в инфраструктуре, которая тоже может быть не огромная, провайдерская, а небольшая. Но, если правильно это настроить, то этот инцидент может быть локализирован очень быстро, вплоть до автоматической реакции. И при этом не повлияет на работу организации. Понятно, что имея массу аналитики, нужно что-то с этим делать. Имея аналитическую информацию в СОДе, понимаем, что надо теперь управлять, настраивать что-то, оптимизировать, приделывать и так далее. Явно для этого нужны какие-то серьезные ресурсы. В итоге получается, что в СОДе может стать сложным. И был определенный период, когда действительно вырос огромный ком сложностей в каждом дата-центре. То есть с развитием эры виртуализации у нас появилась вот эта прослойка, хипервизоры, которые стали еще одним СОДом в СОДе. В каждом сервере жил свой маленький СОДик. Иногда люди умудрялись запускать по 200 виртуальных машин в одном физическом сервере. Ну просто потому, что они не такие мощные, нужно так. И в итоге там 600-1000 виртуальных машин, это огромный ландшафт. Это очень сложно. Управлять этим тоже тяжело. Хочется это как-то упростить. Неважно, какой должен быть масштаб СОДы, должно быть сделано так, что два у тебя сервера или 200, ты управляешь ими единообразно и просто. И поэтому одно из ключевых, скажем так, парадигм в создании цисковских решений для СОДы, это простота, упрощение. Возможность одному пользователю, одному админу, начать там, например, с маленького ландшафта из трех серверов и спокойно управлять огромным дата-центром в том же режиме, с теми же ресурсами, с теми же возможностями человеческими. Потому что у него одни глаза, две пары рук, одна пара рук, вторая, наверное, у помощника. И иногда надо ходить в отпуск или может заболеть. Поэтому чем проще подход к решениям СОДы, чем более унифицированный, тем легче с ним работать. Поэтому не страшно внедрять современное тяжелое оборудование, потому что это не принесет к процессу вечного настраивания, этого оборудования, там, два месяца имплементации, три месяца тюнинга и так далее. То есть чем проще, тем лучше. Еще один элемент – это автоматизация. Простота и автоматизация не очень тесно связаны. То, что нельзя совсем упростить, потому что технологии, они требуют каких-то ресурсов, оборудования и так далее, можно автоматизировать. Потому что типовые вещи, типовые процессы, типовые задачи в каждом IT-инфраструктуре, они присутствуют. И зачем заниматься выделением очередного вилана или прописыванием раутинга, или настройкой там очередного ландшафта, SQL-сервер плюс application-сервер плюс web-сервер, если это все типовые задачи. Эти типовые задачи можно оптимизировать, эти типовые задачи можно сделать так, чтобы ты просто кликнул мышкой и получил. Никто же на Gmail-линии не программирует свой почтовый ящик. Зашел просто, ввел логин-пароль, придумал, и все, и у тебя готов ящик. То же самое здесь. То есть автоматизация процессов, это то, что приближает любой дата-центр, скажем так, к облачной инфраструктуре. Это вот эта буква А в слове ASAP. Это позволяет, опять же, с меньшими человеческими ресурсами или с меньшими временными затратами управлять дата-центром. Ну и, естественно, без безопасности никуда, потому что чем сложнее оборудование, чем сложнее ландшафт, даже если, опять же, те же банальные три сервера, там, сверху в январе, там, или там, не знаю, в Hyper-V, или вообще OpenStack, всегда страшно. Сколько портов, разные коммутаторы, сториджи, а вдруг будет утечка, а вдруг будет атака, а все ли оборудование защищено, а имеет ли оно сертификаты, а не пролезут ли по СССРу на мой коммутатор и скачают всю информацию, а не подсадят мне какого-то там трояна или еще что-то. Всегда страшно. Поэтому аналитическая информация, которая получается от СОДА, она влияет и на работу систем безопасности внутри СОДА. Не только фаерволов, к чему многие привыкли, что, да, вот у меня есть выход в интернет, значит, я поставлю фаервол. Некоторые ставят фаервол между там дата-центром и пользователями, потому что есть очень хитрые, умные пользователи, которые могут проникнуть в СОД. А есть пользователи несознательные, которые скачивают картинки с котиками, да, через почтовую рассылку, а потом у них там заводятся какие-то боты, которые проникают в СОД уже автоматически. Пользователи об этом не знают. Соответственно, да, ограничить пользователя, ограничить от внешнего мира, но это еще не все. Внутри СОДа тоже действует куча программных продуктов. Где-то они могут быть с ошибками, где-то они могут быть злонамеренно исправлены или искажены. Да, накладываем патчики, скачем обновления, и не знаем, что в этих обновлениях, и кто это проверяет. Да, антивирусы на все не понаставишь, и опять же, это опять не панацея. Соответственно, защита внутри СОДа это тоже очень важный элемент, и большинство продуктов, которые мы продаем для построения дата-центра, они имеют в себе возможность интеграции с системами безопасности. У нас даже есть целая концепция, называется безопасный СОД или безопасный виртуальный СОД. То есть для ЦИСКа не столь важно виртуальные у вас машины, физические у вас машины, пользователи, какие там ландшафты, какое ПО работает, мы можем позволить сделать так, чтобы в этом СОДе вы могли контролировать практически любой поток сетевой, который происходит как внутри СОД, так между пользователями, так и наружу. Это тоже одна из частей этой парадигмы. Вот и получился такое вот слово ASAP, которое отчасти мне нравится, потому что это все-таки as soon as possible, но с другой стороны в эти буковки вложено как раз все то, ради чего ЦИСКа долгое время разрабатывала продукты, то есть наши родные продукты, это коммутаторы Nexus, это серверы UCS, и покупала разные компании, которые как бы не все понимали, для чего это нужно. Но в итоге получилась достаточно складная такая величина, которая действительно может громко говорить о том, что у ЦИСКа есть серьезные решения для Тата-центра, и тому есть очень много подтверждений. То есть на сегодняшний день элементами, которые входят в состав решения ЦИСКа для ЦОД, это естественно вычислительной мощности, то есть это серверная платформа UCS, Unified Computing System, это сетевое оборудование, поскольку ЦИСКа все-таки привычна для всех, сетевая компания, соответственно коммутаторы Nexus, о которых Виктор рассказывал, видите, они прошли очень много изменений, эти коммутаторы, появились новые возможности, они организуют, соответственно, кровеносную систему для ЦОДа. Это подход к хранению данных, и классические системы хранения, и уже новейшие системы хранения. И это обязательно ПО, ПО, которое позволяет из этого набора, может быть, очень хорошего и сложного оборудования, сделать все-таки конфетку, тот самый ЦОД, которым в принципе может руководить владелец этого дата-центра, или начальник IT-инфраструктуры, сидя на пляже прямо с мобильного телефона. То есть упрощение, автоматизация и, соответственно, безопасность. Компьютинг-систем покрывает на сегодняшний день, ну, наверное, целых две буковки в этом аббревиатуре, в этой ASAP. Это упрощение и это автоматизация. То есть на сегодняшний день линейка UCS, ну, с каждым годом она становится все шире, шире, шире. То есть если раньше, там, не знаю, лет, года три назад, да, у Cisco была привычная ситуация. То есть у нас есть Blades, у нас есть REC-овые сервера, они плюс-минус похожи на наших конкурентов, да, процессор мы используем тот же Intel, то на сегодняшний день решений стало гораздо больше. Да, базируемся мы на том же процессоре Intel, да, мы не изобретали никакой рисковый суперпроцессор, мы не строим end-frame, но тем не менее мы позволяем нашему пользователю обеспечить ресурсами дата-центр любого масштаба. К тому есть тоже очень большое количество подтверждений, то есть мы берем на себя решать задачи, ну, не знаю, практически неограниченного масштаба. То, что потребляется в мире, то, что потребляется у нас. И, как показывает опыт, пользователи, которые решаются на внедрение решений Cisco UCS, они чаще всего к нам и возвращаются. То есть на сегодняшний момент Cisco реализовала проекты на базе серверной платформы UCS более чем в 52 тысячах заказчиков. То есть это огромное количество, это маленькие и большие заказчики, это большие и маленькие инфраструктуры, те, которые внедрили UCS как платформу для вычислительных мощностей, и те, которые в основном к нам возвращаются. То есть, опять же, это наша статистика, мы видим просто повторные заказы, апгрейды и так далее, и можем сделать для себя вывод, что заказчики, которым показали красивые слайды, убедили, что вот, это классно, это здорово, это интересно, это можно покупать, это стоит адекватных денег, и заказчик, который это внедрил, чаще всего эти заказчики к нам возвращаются. За редким исключением есть корпоративные стандарты, есть какие-то политические вещи, но чаще всего заказчик, который перешел на UCS в виде, там, ландшафт по 2 январе внедряли, еще какой-то там отдельный сегмент, потом полностью переходит на стандарт UCS. Почему это происходит? Ну, потому что UCS это удобно, это просто, и это, скажем так, клауд-подход даже к конфигурированию аппаратной платформы. Мы входим в пятерку вендоров, недавно смотрел статистику, даже по всем там регалиям, там, по блейдам, по рекам, по блейдам плюс рейки, по всему серверному рынку, мы присутствуем в первой четверке, скажем так, то есть нас пока еще не обгоняют новые стартапы, которые появляются, бизнес у CISCO по серверам уже подтягивается к 4 миллиардов долларов, то есть это стратегическое направление для CISCO, и это говорит о том, что компания CISCO, несмотря на то, что она коммерческая, любит зарабатывать, она много инвестирует в развитие этого направления, потому что такие миллиарды можно делать только, когда ты каждый раз выводишь что-то новое, каждый раз, когда ты стоишь адекватных денег и решаешь задачи заказчика. Мы постоянно совершенствуем оборудование, благодаря этому часто в тестах разнообразных, под базы данных, под виртуальные среды, под, не знаю, перформанс-тесты, мы обгоняем многих конкурентов с аналогичными решениями. Даже банальная ситуация, сегодня Виктор будет рассказывать, у нас есть решение AllFlash, система конвергентная, которая, как ни странно, на том же самом VMware работает чуть-чуть быстрее, чем в VMware. Есть такие статистики и тесты. Вот таких систем уже более 600 штук внедрено, хотя существует эта система всего там около года. Я когда-то посмотрел статистику, сколько у нас есть провайдеров, которые называются Cisco Powered. Что такое Cisco Powered? Это когда у провайдера все построено по валидированному дизайну Cisco. То есть начиная от роутеров, фарволов, коммутаторов, заканчиваясь серверами и системами хранения. В этом случае провайдер может получить, скажем так, шильдик Cisco Powered, не только потому, что у него Cisco оборудование, потому что это еще и правильно все настроено, правильно менеджерство, есть обученные люди, много-много еще других требований. Почему я смотрел именно на провайдеров? Потому что провайдеры – это очень сложная инфраструктура. Во-первых, каждый провайдер старается купить подешевле. Почему? Потому что чем дешевле ты купишь ресурсы, и чем больше ты их сможешь продавать, тем у тебя выгоднее бизнес. Соответственно, его не интересует потратить быстро бюджет, его интересует потратить меньше бюджет, но при этом реализовать за этот бюджет больше, получить больше ресурсов, больше возможностей. Ну, грубо говоря, купить не три сервера, на которых можно запускать по 200 серверов или виртуальных десктопов, или купить четыре, на которых можно по 150, по 100 запускать. Имеет разницу, потому что все-таки несколько серверов – это железяки, которые стоят денег. И таких провайдеров оказалось по миру 256, половина из них находится в европейском территории, то есть Европа, Африка, вот наши регионы. Даже по Украине статистика показывает, что там из пяти-шести провайдеров, которые говорят, что они клауд-провайдеры в Украине, четверо построены на UCS, то есть на платформе UCS. Сами понимаете, деньги в нашей стране немножко поменьше, и люди делают сознательный выбор. То есть, опять же, это не государственная организация, поэтому как бы деньги они тоже умеют считать. На сегодняшний день по серверному рынку, скажем так, мы половине мира опережаем практически всех по Блейд-системам. Блейд-система – это то, во что мы вложились в самом начале разработки, когда выходили на рынок. Естественно, мы ориентировались на заказчиков с большими инфраструктурами, и, соответственно, Блейд – это была та штука, которая, скажем так, 8 лет назад была на пике популярности, на пике того, что оптимизировали инфраструктуры, превращали, консолидировали, причесывали. Тогда очень часто звучало на всяких презентациях слово «консолидация инфраструктуры», то есть когда все начали покупать единые сториджи, покупать к ним серверы, все это виртуализировать, ну и в итоге Блейды оказались просто более удобной технической реализацией серверной платформы. Мы обогнали в обоих Америках, статистика, опять же, показывает ADC-шное, всех практически производителей, даже там любимой компанию HP, которая тоже как бы намного раньше вышла на нас на рынок Блейд. По миру глобально мы по тем же самым Блейдам номер два, то есть как бы азиатский регион, наш регион немножечко отстает с точки зрения развития, но это понятно почему, потому что американский рынок более стабильный, даже там Мексика, Бразилия, Перу и так далее, но, кстати, в Мексике мы тоже номер один оказались, хотя страна совсем не Соединенные Штаты по бюджетам, тем не менее, то есть у них очень крупное развитие идет, перестройка инфраструктур, вот, в наших странах постоянно все эти коллизии, кризисы очень сильно нас трогают, и поэтому, конечно, наши заказчики не всегда готовы трансформировать инфраструктуру и подходить к вопросу инвестиций в какую-то новую платформу с зазором там на пять лет вперед. Покупается то, что по ходу, то, что по быстрому, вот, ну, не все, конечно, так себя ведут, но, как бы, основная масса так, поэтому мы получаемся номер два, потому что вторая половина рынка очень нестабильная, вот, по рынку серверов вообще мы постоянно там то второе, то третье, то четвертое место, то есть плавает рынок по миру, но, тем не менее, как бы проценты очень большие, то есть в той же Америке мы там первое место занимаем не с отрывом, там в один процент или в полпроцента, мы занимаем 41% рынка блейдов, то есть половина мира, американские два континента, 41% рынка блейдов это цискос сервера. В европейской части блейды 26%. То есть четверть всех продаваемых блейд решений в, вот скажем так, от китайской границы до, там, Исландии и вниз на юг до Южной Африки, четверть рынка это продается цискос сервера, сервера UCS. Вот, ну, с точки зрения стороджа немножко такой хитрый показатель, наверное, наши маркетологи подыграли, но, тем не менее, это тоже очень большие объемы, если учесть, что мы не производим систему хранения, то вот, там, 800 петабайт пространства, которое реализовано внутри наших серверов, это тоже достаточно серьезная цифра. Ну, маркетинга ставим, перейдем к практике. Почему же сервера набрали такую большую популярность? Три года назад к ним относились все еще скептически, особенно в наших странах, потому что мало кто о них слышал, мало кто чего знал, что такое цискосервер. А, это на Интеле, ну, это еще одна ОЕМ-коробочка для того, чтобы с колл-центрами продавать или подменеджером сети. Вот, ой, цискосервер тоже хочет продать там сервер, но зачем это им надо? Многие думали, что это вообще ОЕМ. Вот, развенчивые мифы, цискосервера никогда не использовала ОЕМ для серверов, это полностью с нуля и тому есть свои причины. Компания циск, она инфраструктурно-сетевая, да, все привыкли к тому, что мы делаем раутеры, к тому, что мы делаем коммутаторы, там, и все такое. Естественно, мы вот, где-то вот в этом сегменте находимся постоянно. И все привыкли к тому, что если там есть бюджет и хочется хорошую сеть, то идем к циска, да, 60% рынка сетей все-таки построено на коммутаторах циска. Меня иногда спрашивают, ты где работаешь? Я говорю, компания циска, это что такое? Люди, которые не IT, они вообще не знают, что это за название. Я говорю, ну ты интернетом пользуешься? Пользуюсь. Ну, говорю, вот 60% мира этого всего построено на наших коммутаторах. Ага, а что такое коммутатор? Ну и пошло. Вот, тем не менее, мы делаем максимум усилий для того, чтобы эта часть была действительно очень классная, но как бы эта часть не решает все задачи цода. В цоде есть система хранения, в цоде есть серверы, в серверных платформах, особенно в блейдах, есть свои какие-то решения по коммутации, по каналам связи, и это та часть, которая не позволяла нам что-то еще больше улучшить с точки зрения дата-центра, потому что нас не касалась та часть, которая касалась серверов. И мы решили, почему не сделать по-другому, почему не пытаться сделать какие-то решения для чужих серверов, почему не сделать свой сервер, который будет частью сети, скажем так, вычислительным ресурсом внутри этой сети. И это у нас действительно получилось. То есть, мы использовали технологию Nexus, мы уже слушали лекции, кто был на лекциях по Nexus, знают, что это виртуализированный коммутатор, который может содержать в себе много душ, то есть, грубо говоря, много виртуальных коммутаторов может жить в одном. Эра виртуализации наступила лет 9 назад, и коммутатор Nexus завоевал популярность в мире, к этому все уже привыкли. Коммутаторы есть большие, страшные, вот такие, как слева нарисованы, есть коммутаторы модульные, когда мы фактически умную часть коммутатора, его супервизор, выталкиваем в отдельное устройство, а расширяем эту инфраструктуру уже такими же линейными картами, но удаленными от этого супервизора на каком-нибудь там кабелечке-проводочке, да, то есть, это может быть оптик, это может быть медь, на сегодняшний момент тоже уже слышали, Виктор рассказывал, это может быть линк там 1 гигабит, 10 гигабит, 40 гигабит, 25 гигабит, 100 гигабит, между, скажем так, папой и его дочками, да, в итоге, что это дает, в первую очередь упрощение, потому что, если раньше нам надо было там обеспечить коммутацией не один шкафчик, а много шкафов, мы покупали в каждый шкаф топов-рек коммутатор, да, вот это сокращение ТОР, то есть в каждом шкафу есть оборудование, там ставили свои коммутаторы, обычно парочку для надежности, отказоустойчивости, потом эти коммутаторы соединяли между собой через какой-то коммутатор ядра и получали такую сложную, иерархическую сеть, в которой постоянно возникали какие-то коллизии, спаннинги и тому подобные вещи, вот, теперь все это упростилось, коммутатор стал модульным, в итоге, неважно, он в шасси находится, все его карты, все его порты, или он распределен по соду, это с точки зрения управления один и тот же коммутатор, применили какие-то политики, написали какие-то виланы, они находятся в этом коммутаторе, но коммутатор может занимать потому что у него вот эти вот карты линейные теперь находятся на удалении, причем это стало очень удобно, потому что если действительно в соде нужно, там, не знаю, 100, 200, 500, 600 портов, то представьте себе такой ящик, к которому эти 500 проводов тянутся от всего оборудования в соде, это фальшполы, это кабельные каналы, не все таким богатством обладают, либо всем приходилось это строить, то есть вот большие провайдеры, там достаточно серьезные капитальные затраты идут на вот эти все вещи, каналы и так далее, иногда они сравнимы с ценой оборудования, потому что их надо сделать, никуда не крути, там железо и все такое, вот теперь получается, что коммутатор приходит в шкаф, и что мешает нам, если мы хотим в шкафу, там, не знаю, 20 серверам выдать гарантированно, там, каждому по 2 гигабита, да, 2 у него линка всей, там, то есть 20 серверов по 2 гигабита, там, 40 гигабит нам нужно в этом шкафу, этим 20 серверам, теперь мы просто ставим туда линейную карту коммутатора, которая называется Nexus 2000 в линейке Nexus, и, пожалуйста, у нас 32 порта, пускай гигабитных, в этом шкафу образовываются, да, мы можем раздать это тем серверам, а как сделать так, чтобы они с соседним шкафом общались, ну, всего лишь 2 шнурка по 40 гигабит, и мы уже превысили даже ту емкость, которую хотели, или можем просто 10 гигабитными линейками сделать, если шкафы рядышком, медными, 100 долларов, 3 метра кабелечек, 2 ксфп, 2 таких кабеля, и у вас уже на 20 серверов приходит 20 гигабит, условно говоря, из ядра сети, то есть от головного коммутатора, это стало удобным, это прижилось, это продавалось во все инфраструктуры серверные, которые были до нас, то есть на сегодняшний день даже продолжает продаваться, то есть в прайс-листе, у Dell, у HP, у Fujika, ну, раньше у IBM, не знаю, есть ли сейчас у Lenovo, были модули, которые даже ставились не только там рядом в шкафу, понятно, что это у Cisco можно было купить, а ставились прямо в их шасси, потому что у всех производителей, кроме Cisco, шасси были придуманы для установки коммутаторов вовнутрь, то есть серверы с одной стороны, с другой стороны все коммутационное оборудование, мини-шкафчик, Blade шасси обладал, соответственно, своей коммутационной базой, так вот мы в то место ставили, скажем так, линейную карту от коммутатора, опять же упрощая серверную платформу, платформа не наша, чужая, но она упрощается с точки зрения организации сети, плюс даем больше возможностей ресурсов, потому что все-таки Nexus, они достаточно мощные, хорошие коммутаторы, их за это тоже любят, ну и как вы видели, наверное, если кто был на презентации по Nexus, они еще достаточно оптимизированы по цене, на сегодняшний момент, вот таких вот два головных коммутатора, 50 тысяч долларов в GPL, после скидки на рынке, не знаю, 1025 за пару, и это у вас два коммутатора, у которого у каждого 48 портов, там по 25 гигабит, и еще у вас есть для оплинков сеть 12 портов 40 гигабитных, то есть это достаточно шикарно для многих наших заказчиков, это вообще фантастика, при этом она уже стоит обычных нормальных денег, и имеет достаточно серьезную промозаводительность, и имеет возможность запаса роста, то есть такой коммутатор можно потом вот этими картами нарастить. Соответственно, проделав такую манипуляцию для других, мы ее проделали для себя. Соответственно, в платформу UCS коммутаторы Nexus стали как часть этой платформы. Но в первую очередь мы позаботились о том, чтобы эта платформа не просто была классным устройством с точки зрения сети, с какими-то серверами на Intel, мы сделали ее, опять же, максимально упрощенной для того, чтобы она была проста в управлении и в менеджменте. И поэтому три элемента основных характеризуют платформу Cisco UCS. Я всегда говорю платформу, потому что с точки зрения сервера, сервер он просто коробочка с процессором памяти. Когда мы это объединяем под какое-то решение, это всегда платформа, на которой запускается операционная система и приложение. Поэтому внутри платформы существует три ключевых элемента. Это непосредственно сами серверы, естественно. Это коммутационная фабрика, которая обеспечивает эти серверы, скажем так, шикарными каналами и всеми протоколами, кроме, наверное, InfiniBand и SAS. Все можно реализовать, даже если вы купили базовый стартовый комплект из двух-трех серверов. Вы имеете возможность сделать очень хорошую сеть для этих серверов и нагрузить их чем попало, сеть не станет узким местом. И мы здесь внедрили самый важный момент, который, как я говорил, пришел из понятия клауд, мы внедрили унифицированное управление. То есть сервера конфигурируются, управляются в клауд-стиле. Управление под названием очень простым UCS Manager встроено прямо в коммутационную базу. Соответственно, красивый графический интерфейс. Вы получили первую поставку серверов, вспомнили, что у всех же вендоров есть какая-то лицензия по красивому менеджменту, а я забыл запросить. Не надо ничего запрашивать. Управление серверами в полном масштабе. Хотим дать программисту доступ к экрану, чтобы он смотрел, как там Windows загружается. Хотим удаленные флешки и все остальное, все, что нужно от КВМа. Пожалуйста. Хотим настраивать сети сен для подключения к сториджу. Пожалуйста. Хотим задать шаблон сервера и потом его сдеплоить на 40 серверов. Пожалуйста. Хотим манипулировать MAC-адресами, VVN-ами и так далее. Пожалуйста. Все это сосредоточено в одном интерфейсе, графическом, простом. Я давно уже не инженер, но, скажем так, кликая в демо-ресурсах, очень быстро разбираешь, чего мне где нужно найти, потому что все нейтив. Все очень похоже на, кто там управляет вимварию, кто любит там Hyper-V. Все похоже на те же самые интерфейсы, которые многие говорят, что это у меня клауд. Я вимварию поставил, теперь у меня клауд. Вот здесь точно так же, но это управление оборудованием, но в клауд стиле. Самое главное, что стоит оно ничего. Никаких software support, никакого license, никакой там подписки, еще чего-то. Купили платформу UCS, вам что нужно? Сервера, какие-то коммутаторы, чтобы сервера работали в сети. Вот это состав платформы UCS с точки зрения аппаратных мощностей. Теперь нам хочется это все настраивать, управлять и так далее. Мы имеем встроенный сразу UCS менеджер, который стоит ничего. Ноль. То есть CISC отдает сразу максимальные возможности, не требуя за это деньги. И неважно, вы купили три блейда, или у вас там 52 блейда, или там 32 еще рэковых сервера сюда добавили. У вас управление унифицировано и сразу присутствует. Каждый сервер мы сделали программируемым, как смартфон. Мы превратили сервер в смартфон. То есть понятно, что у него есть фиксированные ресурсы, как и в телефоне тоже. Ядра, процессор, память. Но что мы потрогали очень сильно с точки зрения инфраструктуры внутри сервера, это его сетевую составляющую. Мы же сетевая компания. Соответственно, мы можем запрограммировать сервер вот эту огромную кучу параметров, которые настраивает любой админ, когда к нему пришли новые сервера. Под ландшафт. Ну и, соответственно, он их меняет, когда нужно что-то переделать, поднастроить, подтюнить. То есть огромное количество, там boot from send, quality of service. А ну вспомните, у кого для серверов из вендоров настраивается quality of service. Где-нибудь слышали на аппаратном уровне? В Cisco это есть. И как я вам говорил, это встроено все в систему управления, не стоит ничего. Какой у меня MAC-адрес, какой будет IP-адрес. Внимание, сколько у меня будет и каких адаптеров, в какие сети они будут подключаться, к каким системам хранения. Это тоже настраивается. И это шаблон. Вы можете таких шаблонов собрать 10 штук еще до того, как у вас приехало оборудование. Приехало оборудование, говорю, вот эти 5, у меня кластер Hadoop, вот такой у него профиль настройки. В такие виланы они входят, такие quality of service, такие каналы связи у него будут, такие протоколы. А вот это у меня в январе. У нее, значит, будет еще по 2 FC-адаптера на борту или 4 FC-ое, и еще один айскази для бэкапа, и это в каждом сервере. Хочу вот так. Вот зафантазировал. Все это задается в профиле, потом указали на какие сервера, клац, и ваши сервера стали такими, как вы захотели. Что это дает? Это дает возможность отказаться от проблемы покупки каких-то лицензий. Купить не эту лицензию, буду я ей пользоваться, не буду. Буду я управлять этими несколькими шосями и рэками, как едиными, или мне хватит базового интерфейса, который там встроен в каждый сервер. UCS-менеджер есть сразу, и хотите вы управлять огромным COD-ом в сотню серверов, пожалуйста, нет проблем. Стоит это ноль. Что программируемость сервера решает? Решает такую простую банальную задачу. Если кто-то имеет возможности бюджета, то обычно под каждый ландшафт, VimWare, Hyper-V, Real Application Cluster и так далее, разные ландшафты под разные задачи, покупают какие-то запасные сервера. Иногда это кластер стоит, иногда просто это сервер, который стоит в холодном резерве, на нем уже проинсталлирована операционка, забываем ее все время апдейтить. И если вдруг у нас упадет база, то мы сразу вместо нее этот сервер включим. А что если у вас нет бюджета на эти кучи серверов запасных? Нет времени заниматься кластерами, нет денег на лицензии, потому что кластер на лицензии иногда требует тоже дополнительных денег. Что если у нас сервер SQL с 1С упал, а у меня нет денег делать кластер для 1С? Потому что он падает не каждый день, он все в оборудовании качественное, все хорошо работает. Но бывает. Мы можем любой файловый сервер, даже если он рековый, ставить взамен Blade сервера. Не механически, конечно, а просто даже не приходя в дата-центр. У нас не работает 1С, постучали к нему через консоль графическую, увидели, что у него там что-то зависло, или он вообще недоступен. Пока там люди разбираются, что там будет, пока мы звоним в сервис, открываем кейс и так далее, админ может сделать очень простую операцию. Ребята-программисты, у вас там тестовый сервер стоит? Ну подождите пока погуляйте, он мне нужен как SQL-сервер. Он может стоять вообще в другой комнате, он может быть вообще рейковым, ну конечно, может быть с другой памятью и процессорами. Мы просто говорим, что этот сервер теперь становится сервером в кластере там SQL, или просто как взамен какого-нибудь там сервера VimWarn. Просто кликнули мышки, профиль туда перенесся, мигрирует все. Подсети, VLAN, QoS, hardware ID, UID, MAC-адреса, VVN, то есть boot from send. То есть все, что было к одному серверу привязано, окажется на другом. На аппаратном уровне. Это не хипервизор, это не какая-то прослойка, не специальный драйвер к VimWare или там хиперви. Это работает на аппаратном уровне. То есть такая своеобразная аппаратная Vimotion. Это дает делать базовая конструкция, которая встроена прямо в платформу UCS. Через UCS менеджер. Зашел в интерфейс, кликнул, сказал этот сервер отсюда сюда перебросить. Или купили новый серверчок с мощными процессорами, хотим проверить, как там база будет на нем работать. Или взяли у кого-то на тест. Хотим проверить. Обычно что? Накатим операционочку, поставим там базочку, с бэкапа поднимем, там начнем что-то нагружать. То есть, а вообще операция была там часа на два максимум. Но еще же надо было два часа это все подготавливать, операционки ставить и так далее. Здесь очень просто. Сказали этот профиль сервера перебросить сюда. Перезагрузка сервера, он у вас даже прошивку получил другую. Ну, кстати, такой процесс, как банальная прошивка серверов, апдейт пришел и так далее, у нас занимает ноль ресурсов у администратора. Ну, максимум покликать мышкой. Вот новая прошивка, вот этим серверам, с первого по пятый, сделай мне прошивку по очереди, с двух часов ночи до трех часов ночи, там, в ночь с воскресенья на понедельник. И ушел домой. Задал в расписание, приходят, они уже все прошиты. Если что-то не так прошло, приходят, алерты, но сервера вернулись на предыдущее состояние и продолжают себе работать. Не сидим мы ночью, не выключаем наш кластер SQL, потому что днем его нельзя выключать, не сидим, не обдейтим сервера. Все банально через интерфейс управления. В итоге, с помощью UCS менеджера, это то, о чем обычно наши маркетинговые слайды нигде не рассказывают. С помощью UCS менеджера многие наши задачи, заказчики в наших странах, у которых ограниченные бюджеты, решают достаточно прикладные и полезные задачи. Это дизастер-рекавери бесплатно. Если у нас один СОД, там есть три сервера, один из них там файловый, мы всегда в файловый сервер, можем сказать, что он сервер баз данных примерно на два часа. Через два часа он опять стал файловым. Дизастер-рекавери между СОДами тоже возможна реализация. Если у вас два СОДа, есть две системы хранения, неважно какие, они как-то реплицируют между собой данные. Если у вас настроена загрузка по сети сервера, а почему ее не настроить, опять же, каналы шикарные, все есть, зачем диски вставлять в каждый сервер, если можно загрузить просто систему хранения, нарезать по 50 гигабайт под вероцинку, да и все. Если есть репликация между дата-центрами, в одном дата-центре там один-два сервера вышли из строя, мы говорим, этот профиль теперь там, запустись. Он запускается, там есть копия этих данных, он продолжает работать. Опять же, это бесплатно, потому что это встроено в интерфейс. UCS-централ, еще один продукт, который раньше был бесплатный, всем дарили его, теперь он, к сожалению, по подписке, вот эта уже штука, поскольку ее разрабатывают, надо за нее платить. Она позволяет просто собрать в одну консоль много цодов. То есть, есть у вас несколько цодов, в разных местах находится все равно одна консоль, диагностика, статистика, статусы, профили, настройки. Ну, фактически, UCS-менеджер только между цодами уже. С точки зрения сети, как я говорил, мы засунули Nexus в саму платформу UCS. То есть, вот эти вот два замечательных коммутатора, не работают уже. Вот сверху два замечательных коммутатора, это тот же самый фактически Nexus 5000, 56 серии, который обеспечивает, как универсальный коммутатор, всю серверную платформу, всеми теми протоколами, которые нужны нашим серверам. Fiber Channel, FCO, EISK, ZNFS, обычный Ethernet и все, что сверху на нем может быть, все одновременно, пожалуйста, без проблем. Нужно подключить систему хранения, все там же. Нужно подключить там рэковый сервер, туда же. И менеджмент консоль, тот самый UCS-менеджер, находится прямо в той же платформе. С точки зрения попадания в само шасси, те же линейные карты Nexus, то есть кусочек его портов, засунули в шасси. Вот вторая картинка, это вид сзади. Два, они называются FACS или Fabric Extender, то, что называлось в линейке Nexus, Nexus 2000, примерно так же, как мы когда-то это сделали для HP, Huawei, Adela и так далее. То же самое мы сделали здесь. Но единственная разница в том, что на пару вот таких вот коммутаторов вы можете повесить 20 таких шасси. 20 шасси, а с точки зрения коммутации у вас одна пара коммутаторов. Учитывая то, что пара коммутаторов Nexus 5000, только с названием UCS Fabric Interconnect, они немножко отличаются тем, что они там зеленого цвета и подлиннее. Стоит 37 тысяч долларов в GPL за два мощнейших коммутатора. И они покупаются один раз на инфраструктуру, которая может вырасти до 160 физических серверов. И сервера могут быть любые. Это могут быть у вас красивые блейды, все в шасси, все здорово. А могут быть разные рэковые системы сервера. Обычные там 2, 1 юнит, 4 юнита. Ну классический вариант, то, что я встречаю у нас. Бывают блейды, на них ставят там виртуализацию, делают там приложения, все сервисы служебные и покупают один или два сервера 4 юнитов и 4 процессорных для того, чтобы там жила база данных. Там какой-нибудь Oracle или еще что-то. И это все подключается в единую пару коммутаций и управляется как единый ресурс, как пул, скажем так, вычислительных ресурсов со всеми возможностями, о которых я говорил. Фабрика коммутации, как я сказал, происходит от коммутатора Nexus. Поэтому с точки зрения мощности, с точки зрения возможностей, она практически тот же самый Nexus. Единственное, там немножко вырезали какой-то функционал в виде L3. Например, L3 здесь не реализуется. Предполагается, что для агрегации серверной платформы L3 должен находиться где-то повыше, а не прямо возле самих серверов. Но порты у коммутатора универсальны. 10 гигабит или 40 гигабит, поддерживает Fiber Channel. Ну и, соответственно, на Ethernet поддерживаются все протоколы, которые нужны с точки зрения Ethernet. Предыдущая классическая модель, как я ее сейчас называю, которая популярна, продается. Пара которых стоит 37 тысяч долларов за два таких или 37 тысяч долларов за два вот тех. 48 портов в устройстве или 96 портов в базовом устройстве. А цена одинаковая. В чем фишка? Ну тут два юнита, конечно, побольше места в шкафу, но зато больше активных портов сразу, которые вам даются. Причем в эту стоимость сразу входит набор SFP-модулей оптических для подключения к внешней сети 10-гигабитной. Нестандартный ход для Cisco, модули дарят подарок. Входят сюда же TwinX кабели для подключения рейковых серверов, шасси или хотите, используйте их для оплинка, они в принципе подходят и туда, и туда. 10-гигабитные, если это 40-гигабитные коммутаторы, соответственно, 40-гигабитные. Входят в Fiber Channel SFP-модули. То есть купили платформу UCS, там, не знаю, три сервера REC или там три блейда, или пять блейдов, надо сторож подключить, у вас уже все есть. То, что произошло в прошлом году, поменялась в Fabric Interconnect, появилась новая две модели, 63-я серия, то есть они теперь полностью 40-гигабитные. Забыл сказать, что шасси у серверов UCS, они тоже 40-гигабитные, изначально с момента разработки. Представьте, разрабатывали 8 лет назад, или 9 уже, тем не менее, заложили туда 40G Ethernet. Теперь появились фабрики интерконнекты, которые вот следующего поколения, 63-го, которые полностью 40-гигабитные. Соответственно, к рэковому серверу или к шасси из каждого порта вы получаете честный 40-гигабитный Ethernet. Опять же, либо оптикой, либо TwinX кабелем. Кабель стоит уже не 100 долларов, а 250, но этот один кабель заменяет 4 десяточных. Ну, то есть, как бы экономия налицо. Хотим на шасси выдать 80 гигабит суммарно, надо 2 кабеля по 250 долларов. Если это была 10-гигабитная сеть, нужно было 8 кабелей по 100 долларов. Ну, соответственно, есть разница уже в цене, даже на кабелях. Вот. Соответственно, в шасси поменялись экстендеры, те самые линейные карты, которые ставятся в шасси. Они стали тоже 40-гигабитными. Соответственно, в каждом сервере теперь может быть на борту 80 или 160 гигабит. Это для стандартного двухпроцессорного сервера. Минимум 80. То есть, уже меньше не получается. Сразу 80 гигабит. Ну, и с точки зрения инфраструктуры, буковка S, в слове ASAP, соответственно, упрощение инфраструктуры. Если условно эту рамочку воспринимать как шасси, то это вот наш Blade сервер. К нему два FACS-экстендера нужного типа, там, 10 или 40-гигабитные, и два коммутатора фабрики Interconnect. Аналогичный вариант, ну, от кого-нибудь из конкурентов. Сервер. Надо в сервере менеджмент порт задействовать, да, обычно в отказу стоящем режиме есть шасси, два модуля управления. Нужно Fiber Channel, нужно Ethernet. Вот мы и получили вот этот конструктор внутри шасси любого серверного производителя. Кого только не возьмите. Нужно рековый сервер подключить. Можно ли сюда подключить рековый сервер? Это уже большой вопрос. Вот. Если у нас, пожалуйста, Fabric Interconnect можете подключать напрямую рек сервера, пока у вас есть свободные порты. Опять же, если портов не хватает, всегда можно купить одноюнитовый Fabric Extender, поставить там, где у вас рековые сервера, и получить увеличение портовой мощности. С точки зрения коммутации цены за это все дело, оно будет намного выигрышнее, чем городить огород из кучи других коммутаторов, даже не ЦИСК. Вот. То есть, вот эта вот вещь, мы ее попросту упростили, уменьшили, и не забываем, что вот эта вещь продавалась в каждом шасси у других производителей. Покупаем новое шасси, повторяем, новое шасси, повторяем, а пару коммутаторов Fabric Interconnect вы покупаете один раз на всю платформу в пределах одного ЦОДа. То есть, два коммутатора решают вам вопрос на 100 с чем-то серверов. В итоге, вот инфраструктура, начальная, например, LAN-аплинк, Storage-сеть аплинк, либо напрямую к Storage, зависит от того, какая инфраструктура. Первое шасси, классика жанра, то, с чего начинает большинство наших заказчиков, потому что у них уже есть что-то, и они внедряют это. Fabric Interconnect, ну, того типа, который они выбрали для себя. Появились еще Play-shack, более мощными серверами, соответственно, туда больше линка войдет, ну, всего лишь задействовали несколько лишних портов и кабелей добавилось. Решили построить кластер Big Data, купили рековых серверов с дисками, туда же подключили. С точки зрения ЦИСКа это все блэды, что рек, и что... В итоге инфраструктура упростилась, менеджмент встроенный, бесплатный. Ну, как бы, деньги вы тратите только на компьютер, то, что нужно для приложений. Мы пошли немножечко дальше и в сам сервер засунули тоже кусочек Nexus. То есть, вот эта плата, которая называется Virtual Interface Card, это по факту тот же Nexus 2000 или Fabric Extender, только который теперь расположен на борту самого сервера. Для чего он там нужен? Для того, чтобы в этом сервере вам создать на аппаратном уровне до 256 адаптеров. Хочу 40 Ethernet карт по одному гигабиту, потому что у меня VDI, и каждому виртуальному десктопу хочу выдать персональную карточку в один гигабит. Это возможно, у вас на борту 80 гигабит есть. Хочу в этом сервере, чтобы у меня было 15 Fiber Channel. Пожалуйста. А если еще 2 из Кази и 3 FCOE для теста? Пожалуйста. И все это в пределах одного сервера. То есть карточка позволяет в соединении с фабрикой генерировать на борту сервера на аппаратном уровне практически бесконечное для наших реалий количество PCI-устройств. Такой PCI-виртуализатор. Операционка это воспринимает как стандартный адаптер и, соответственно, она видит, что у нее есть хостбас адаптер Fiber Channel, FCOE, Ethernet карты разнообразные. Скорость пропускной способности мы их можем регулировать на ходу. Можно задать жесткую пропускную способность этой виртуалки. Вот этот адаптер, у него 2 гигабита Ethernet гарантированных. Либо, наоборот, с помощью QoS, который, опять же, встроен в интерфейс управления, отрегулировать, что если вдруг Fiber Channel не дозагружена по Ethernet-у затейки, пожалуйста, отобрать у этого канала немножечко гигабит и отдать в пользу Ethernet. Или там SQL-серверу отдать побольше, чем файл-сервер, потому что он для нас важнее. Приоритеты выставить по трафику, пожалуйста. Все это встроено в интерфейс управления. Все это вы профилируете, когда создаете профиль настроек сервера. На сегодняшний день карточки, как я сказал, уже 40 гигабитные. Они уже полтора года ставятся на борт каждого сервера, который покупают наши заказчики. Карточка 1340-1380 позволяет вам реализовать в одном простом двухпроцессорном сервере сразу 2 по 40 гигабит. Причем это не просто два порта 40 гигабит. Это 80 гигабит суммарной пропускной способности, где вы можете ввести нужное число вам адаптеров. Можно в сервере увеличить мощность, можно сделать 160 гигабит. Добавляется либо экстендер, либо вторая карта ставится, вы получаете 160 гигабит. Либо, проще говоря, 4 канала по 40 гигабит, которые будут тоже так же виртуализированы. В четырехпроцессорном сервере соответственно еще побогаче. С точки зрения рэковых серверов, для рэковых серверов тоже существуют карточки в виде PCI-устройств, которые ставятся в любой из наших рэковых серверов, и по факту он становится таким же блейдом, только у него корпус отличается. 20 гигабит, два адаптера, ставят 4 по 40, зависит от того, какая нужна пропускная способность. Например, медиаконвертеры какие-нибудь, им нужен хороший трафик, они могут это обеспечить с помощью таких карт. Живет. В итоге, сама инфраструктура от Soda, даже если он был маленьким изначально, или это было первое внедрение, и вырос в достаточно больших масштабах, она не усложняется с покупкой серверов. У меня один заказчик, когда-то купил UCS сервера по одной простой причине. Он прислал ТЗ, ну там нормальные были отношения, говорит, а ну предложи аналог. Говорю, ну так я говорю, вижу в твоем техническом задании, что ты хочешь купить 24 сервера, это как будет? Ну говорит, два шасси там, два шасси тут. Говорю, но ты же на эти 24 сервера покупаешь еще 18 коммутаторов. Ой, не 18, даже чуть побольше. Каких 18? Ну говорю, в каждое шасси ты ставишь 2 файбер-ченела, 2 эзернета. 4 раза по 4 шасси, и соответственно вот тебе 16. Плюс ты их должен как-то объединить, соответственно еще попарен под каждый протокол. По-другому разве бывает? Ну как, из шасси же нельзя, я хочу Blade. Из шасси по-другому никак. Вот я понаставил. Говорю, ну бывает по-другому. То есть оказалось, что UCS для него выгоден и по цене, и по простоте, и по инфраструктуре. Когда он узнал, что там весь менеджмент этот никак не лицензируется, так для него вообще было открытие. То есть не ожидал, что у Cisco компания, которая любит как бы дорого что-то продавать, все привыкли к этому Cisco, дорого, да? Вот тут совершенно другая ситуация. То есть, ну и вот инфраструктура такая может быть у любого заказчика. Ну а если у нас заказчик небольшой, то есть у нас инфраструктура помещается, грубо говоря, в те же самые банальные триблейда. То есть нам не нужна вот эта вся красота. И вот этот фабрик Interconnect, который там супер классный, мощный Nexus, но он тоже не нужен, он чрезмерен. Это филиал, это небольшой банк, это любая инфраструктура, которой нужны поменьше ресурсов, не нужны вот эти масштабы. Что? Можно опять уходить обратно в супер микро, там, не знаю, там, в рэковые сервера? Нет, не обязательно. Cisco об этом тоже подумала. И вот эту вот красивую инфраструктуру мы немножечко сделали более компактной. Решение назвали UCS Mini. Опять же, очередной миф. Большинство думает, что UCS Mini это какие-то маленькие слабенькие серверы или это какое-то там маленькое шасси с другими блейдами. Это типа не для нас, а то вдруг я начну расширяться и потом куда это девать. Нет, UCS Mini это очень условное название. Блейды те же самые, любые, хотите там старшие процессоры ставьте, хотите четырехпроцессорники ставьте, объем памяти не регулируется, шасси одно и то же, шасси у нас вообще единственное. Вот, то есть, но если заказчик хочет Blade и у него не будет большой масштаб, то зачем ему вот эта вся красота с фабрик интерконнектом? Да, он стоит 37 тысяч долларов, но для многих это тоже большой объем денег. Вот. Мы сделали UCS Mini и у нас в котором фабрик интерконнект наш замечательный немножечко скомпрессировали. То есть, сделали его маленьким и затолкали вот сюда, где ставили экстендер. Стало немножко похоже на наших конкурентов, потому что они тоже коммутаторы ставят вовнутрь. Но только вспоминаем отличие фабрик интерконнекта. Это полноценный коммутатор Nexus, в который можно подключать и внешние сториджи, по любому протоколу, FCO, EI, SCASE, причем не одного единственного производителя под именем Cisco или NetApp или EMC, а разных, которые у вас есть в инфраструктуре. Хотите HP? Пожалуйста, HP. Хотите Huawei? Ocean Store какой-то купили? Пожалуйста, подключайте. Лишь бы протокол был стандартный и посмотреть таблицы совместимости, чтобы не было потом коллизий с кейзами. P2000 нашлась? Окей. Там Delos KMD3000? Ну, хорошо, значит, есть. Но инфраструктуры маленькие, понятно, что и ресурсы не такие. В итоге инфраструктура стала очень удобной, потому что все возможности UCS здесь есть. Исчезло просто два юнита в шкафу, исчезла определенная сумма денег, потому что экстендеры покупать не надо, фабрики интерконнекты большие покупать не надо, появились два маленьких коммутатора, которые имеют все то же самое. То есть тот же менеджмент, унификацию, менеджмент профилями, программирование серверов. Единственное, что поскольку они меньшего масштаба, то на борт сервера они больше, чем 40 гигабит подать не могут на двухпроцессорных. На четырехпроцессорных могут дать 80 гигабит. Ну, как бы и масштаб соответствующий, поэтому это не нужно. Если мы растем дальше, что мы делаем? Мы можем к этому решению подключить второе шасси, мы можем подключить рэковые сервера, стороджи и так далее. То есть это не совсем убогая коробочка, в которой весь сот и потом придется еще. Но есть заказчики, которые у нас покупают именно вот эту часть. Они покупают одну, вторую, третью, и говорят, так вы же можете вот так делать. Не, говорит, я вот эту коробочку, если что, могу отдельно куда-то утащить. У нее свои два коммутатора, мне так больше нравится. Коммутаторы достаточно нормальные по производительности. Наружу смотрят там 4 десятки каждой и одна сороковочка. Сороковочка, опять же, для чего нужна? Ну, чтобы подключить дополнительные ресурсы. Но самое интересное в этом решении вот такая вещь. Опять же, не стандарт для циска. Шасси со всеми блоками питания, вентиляторами, всем тем менеджментом, который я вам рассказывал, с двумя фактически нексусами внутри стоят 20 тысяч долларов в GPL. То есть, посчитайте любое решение от любого вендора на Блэйде, вот чтобы у вас вот такая цена получилась, и чтобы были хотя бы минимальные какие-то возможности по организации виртуальных сетей, подключений и так далее. 20 тысяч долларов в GPL, это то, что без скида, как говорится. То есть, против этого приема у нас мы выигрываем проекты, в которых народ изначально собирался купить, например, супер микро. Вот мне надо немножко там серверов, рэковые там и так далее. Говорю, а коммутаторы? Ну, коммутаторы в следующем этапе, у нас же нету сейчас денег на коммутаторы, чтобы эти сервера соединить, будут как-то там со старым планом там жить. Говорю, а хотите коммутаторы 10 гигабит, Fiber Channel, IceCase, FCOE, все сразу будет. Ну, это же, наверное, очень дорого. Цена одного каталиста 10-гигабитная, полная инфраструктура. Интегрированные решения на базе серверов. Понятно, мы были бы плохими, если бы сделали классный сервер и тыкайте туда, что хотите. Мы заключили альянсы с большинством известных вендоров, производителей систем хранения. Те, которые, естественно, с нами не конкурируют с точки зрения серверов. Эти альянсы получили собственные имена. Один из таких альянсов здесь находится, FlexPod, там в шкафчике все красиво собрано. В чем суть этих альянсов? Я не буду на каждом останавливаться, это всегда дружба Cisco с каким-то вендором, производящим классические системы хранения. Почему у каждого этого альянса есть имя собственное? Казалось бы, таблица совместимости, и напиши, что у тебя все вендоры совместимы, и все. Нет. На самом деле, каждый из этих альянсов имеет возможность быть на единой поддержке. Ну, например, в той же Cisco. То есть вы можете купить решение, покупая сначала коммутаторы, в следующем году купили серверы, потом купили storage, собрать это по валидированному дизайну, который рекомендуется нами и нашим дружественным вендорам, другом по storage, и получить решение, которое будет называться FlexPod, или Vispex, или Hitachi UCP, или Versus Text IBM. Вы получили валидированное решение, оно может стоять на единой поддержке у одного вендора. Да, Cisco не производит нетапы и даже не перепродает. Мы не перепродаем IBM, мы не перепродаем в наш прайс-лист Hitachi, но вы можете получить возможность поставить на единую поддержку и сопровождение этого решения, потому что это решение, это альянс, который заключен договор на очень высоком уровне между двумя вендорами. Существует лаборатория, где все эти штуки стоят, и на них могут отработать различные практические кейсы, которые возникают в реальной жизни. Гартнер когда-то посчитал, что оказывается мы доминируем на рынке блейды плюс какой-то storage, то есть такая интегрированная конвергентная инфраструктура. IDC считала, что это 50% рынка. Я не могу этого проверить, к сожалению, но вот такие данные, что 50% рынка блейд плюс storage это не HP, не Dell, не Huawei, не Lenovo, это Cisco. Это в мире, то есть мировой масштаб. Ну это вот кратко по этим альянсам, которым я говорил. Фишка всех этих альянсов заключается еще в том, что не только валидированный дизайн, но эти дизайны все валидированы под прикладное ПО. Банальная виртуализация, или Microsoft Cloud, или Oracle Real Application Cluster, или OpenStack, или там Hadoop, или еще что-то, все эти инфраструктуры имеют валидацию и дизайны под те решения, которые будут внедряться сверху на этой платформе. Платформа может быть замечательная и хорошая, но она нужна для приложений, а не сама по себе. Поэтому совместимость очень шикарная. Мало того, все эти платформы имеют возможность стать Private Cloud. Cisco UCS Director, чуть позже о нем скажу, превращает это решение в Cloud, когда полностью автоматизируется весь менеджмент инфраструктурой, начиная от серверов, виртуальных машин, физических машин, коммутаторов, заканчивая сториджами и так далее. Ну и масштаб решений, который имеет такое название, он не обязательно должен быть большой, в страшном шкафу и стоить миллионы долларов. Решение может быть основано на том же UCS Mini. То есть маленькое шасси, маленький слабенький сторидж, может быть даже IP-шный, поискайзик. Два коммутатора, может быть даже не Cisco, считается валидированным дизайном, это уже можно назвать FlexPod. Ну, может быть... Может быть и вот такое вот, масштаб и больше, и шикарнее. И такие внедрения есть и в Украине, и в других странах, более мелких, меньше, чем Украина. То есть это реально все работает, эксплуатируется, и люди находят в этом действительно преимущество. Не только вот в красоте, о которой я рассказываю, не только там менеджмент и все такое, не только потому, что любят слово Cisco и коммутатор Nexus, а он здесь встроенный, так почему же его не купить? А еще потому, что экономически это оказывается тоже очень выгодно. Потому что когда они рассчитывают всю инфраструктуру, начиная от юнитов, питания, коммутации, портов, проводов, оказывается, что мы выгоднее где-то на инфраструктуре, где-то на цене серверов, где-то на всем комплексе. И это получается, ну, приводит к тому, что нас покупают, то есть за нас голосуют, там, гривной, долларом, кто-то Тенге, кто-то Монатами. Ну и как подтверждение тому, что Cisco это серьезная заявка с точки зрения серверной платформы. Microsoft Cloud, валидированный дизайн. Внутри Microsoft тоже есть такие тестовые лаборатории, которые работают полностью под облаком. Есть полный мануал, дизайн, как настроить у себя Microsoft Cloud DOS с ажурпаком. Причем Microsoft через центр управления позволяет управлять самими UCS, то есть серверами. Мы можем задать, что мне нужно выделить ресурсы, облачная же инфраструктура. Мы хотим выделить ресурсы под 50 виртуальных машин. Для этого нужно сдеплоить физический сервер, его профилировать, как-то настроить, каким-то сторожем подключить. Это все управляется через платформу Microsoft, полностью интегрирован. SAP-компания, кроме того, что они наш партнер, но они, чей они только не партнер, то есть они со всеми дружат, потому что свои решения они продают как софтверные, соответственно, нужно им как-то соединяться с аппаратными вендорами. Компания SAP не хочет зависеть, скажем так, от аппаратных платформ и от проектов, когда SAP продали директору, а айтишники никак не могут отыграть тендер на покупку железа, чтобы этот SAP поставить. И, соответственно, внедрение оттягивается, а деньги, соответственно, к SAP не приходят. SAP давно придумал хитрый ход. Они свое решение SAP HANA, то есть это самое современное их решение, позиционируется для замены классических баз данных, они продают из облачного ресурса, то есть они построили цоды облачные и оттуда продают уже как облачный ресурс HANA as a Service. Новая аббревиатура появилась. HANA as a Service. Ну, естественно, когда они строили эти цоды, они тоже выбирали, на какой платформе это сделать. Вот они построены на Cisco UCS, Storage EMC есть, я знаю, что там есть и NetApp еще, по управлению и так далее. Соответственно, покупая у HANA облачный сервис, у SAP облачный сервис HANA, вы попадаете на платформу UCS, потому что удобно, управляемо, легко масштабируется и минимальные затраты на инфраструктуру. Очень много проектов, которые сейчас мы делаем по всем нашим странам, окружающим Украину и в Украине тоже, часто к нам обращаются с таким вопросом, нужно сделать миграцию с риск-платформы. То есть у всех в свое время появились какие-то тяжелые ресурсы, которые сейчас невозможно обслужить по каким-то причинам. Нет бюджетов, устарело, надо проапгрейдиться, апгрейд стоит миллион, и так далее. Все смотрят на ту сторону, чтобы съехать с какой-то рисковой платформы, со Spark, с Power, с Itanium на X86. Тем более, что берем сайзинг, банальный пример прошлого года, 64-ядерный рисковый сервер, тяжелый, страшный, поддержка в год стоит 400 тысяч долларов для заказчика, весело, но он вынужден ее платить, потому что там финансовая система находится. Говорит, подберите нам адекватное оборудование X86. Да, мы слышали, это тенденция, покажите. Подобрали, оказалось, нужен два процессора E5 по производительности, но с точки зрения отказоустойчивости они приняли решение, что все-таки лучше не два сервера на двух площадках, на E5, как-то, ну, против такого страшного, вдруг такой маленький серверочек, они все-таки решили сделать Real Application Cluster, развернуть его, не знаю, там есть картинки, нет, Real Application Cluster развернуть на трех серверах, и чтобы был запас производительности, пусть это будет E7. Почему они приняли такое решение? Потому что в GPL стоимость этих серверов была там типа 370 тысяч долларов на две площадки UCS. Соответственно, получилось 400 тысяч долларов отдать за поддержку старого барахла, которому уже три года, проапгрейдить даже не думать, потому что это плюс полмиллиона еще. Или за примерно ту же сумму купить UCS, которые по производительности на 30% выше. Такие проекты мы делаем, по ним можно обращаться к нам. Рейковые серверы. Когда-то для CISCO это было просто должно быть в линейке, скажем так, и тоже у нас есть рейки, хотя они такие же профилируемые, программируемые и так далее. На сегодняшний момент тенденция говорит о том, что рейковые серверы выходят совершенно на новый этап развития. Все слышали о решениях Big Data, OpenStack, гиперконвергентных решениях и так далее. Платформа UCS идеально подходит под эти решения. Почему? Потому что всем этим решением сопутствует сеть. Все очень просто и банально. Рейковые сервера, из которых собирается кластер под Hadoop, содержат в себе память, процессоры, диски. Системы хранения нет. Все данные находятся внутри этой платформы. Все, что нужно этому кластеру, это хорошая сеть, которая обеспечит работу этот кластер как единого решения. Естественно, почему не строить это на UCS, поскольку у нас в фабрике интерконнект недорогой коммутатор, а во-вторых, очень мощный. Можно, конечно, купить Nexus, накупить DEL, соединить все это вместе, но здесь все получается как единая платформа. Простой пример. Вот такой кластер внедряется, если использовать UCS-директор в течение пары часов. Просто скачали Hadoop, сказали, из этого сделаем не кластер, ушел, пришел. Уже проинсталлирован Big Data Data Center. Времени практически не осталось. Буду сети демонстрации пропускать. Ну, соответственно, есть возможность в дашборде наблюдать за статусом, что происходит в нашем кластере, добавлять, расширять, апгрейдить и так далее. И поддерживается до очень больших масштабов. То есть, как бы, все это в наших силах. OpenStack. OpenStack – то, что мир альтернативной виртуализации. Многие об этом думают. Почему? Потому что OpenStack – это фактически бесплатное ПО. То есть, можно развернуть виртуализацию за бесплатно. Есть консорциум поддержки. Можно купить какой-то из дистрибутива, например, от того же Red Hat и получить поддержку от компании Red Hat. Но по факту это возможность не платить за лицензии хипервизора, а использовать немножечко, скажем так, Amazon Style облачный ресурс у себя, ну, дома, в своем цоде. Но OpenStack сейчас не такая простая штука, как мне говорили ребята, что я, к сожалению, не инженер, не инсталирую эти вещи. Это проект. То есть, это не просто как Ubuntu поставил клац-клац-клац, гопа, красивый интерфейсик. Это проект, который требует внедрения и понимания, что ты делаешь. Да, у тебя появляется виртуальная сеть, виртуальный сторож, виртуальные машины, контейнеры и тому подобное, но с другой стороны тебе надо это все настроить, как-то апгрейдить, какие-то патчи. Ну, напоминает работу с Linux, наверное, в 95-м году. Надо что-то сделать новое, вставили карточку, не работает, пересобрали ядро. Ну, что там, два часа и пересобралось, что там делать. То есть, OpenStack это пока что вот на этом уровне. Что сделала Cisco для этого? Ну, помимо, понятно, наших серверов, железяки, мы предложили сразу пару решений. Первое, это простое, валидированный резайн под Red Hat, соответственно, можно скачать, и там в деталях расписано, как это все настроить и сделать. Наши железяки, Red Hat-овский дистрибутив, можно купить через наш канал. Или Cisco Metapod, это решение, когда вам инсталируется в вашей организации OpenStack, грубо говоря, облако, и пользуетесь вы им как облачным ресурсом. Это ваше оборудование, ваши данные при вас, это ваша сеть, это ваш выход в интернет. Но оборудование находится на удаленной поддержке нашей команды, которая называется команда поддержки Metapod. То есть, вы не имеете рута, вы имеете дашборд, в котором выделяете свои ресурсы, запускаете свои приложения и так далее. То есть, как будто облако, но только облако находится у вас. Ну, опять же, OpenStack, он совместим с форматом Амазона, очень многие на это смотрят, потому что хотят из Амазона, например, переехать локально, по политикам каким-то или так решили. Но, соответственно, есть возможность такие вещи использовать. Еще один интересный объект среди рековых серверов, это сервера серии S, Storage Server. Это условное название, это не система хранения. То есть, в чем их достоинство? Они заняли определенную нишу среди нашей линейки, но их выделили в отдельную букву. Сначала они относились к рекам, теперь они относятся просто к линейке S. Почему? Это сервер, который может содержать в себе одну или две платы с процессорами E5, то есть, по факту, обычный сервер двухпроцессорный или два двухпроцессорных сервера. И туда помещается до 60 дисков 3,5 дюйма. То есть, на сегодняшний момент в прайс-листе доступны 10 терабайтные диски, 600 терабайт сырого пространства в этом ящике может поместиться. Для чего такие сервера нужны? Для организации тех же кластеров Хадупа, для организации, например, бэкапа. Поставили сюда, не знаю, там, Comvolt или Semantic на каком-то Windows или на Linux. Вот его Storage, пожалуйста, у вас бэкап решение, готовое. Это может использоваться для записи видео, телефонных разговоров, ну, то есть, там, где софт определяет хранение. Для этого не нужны стандартные системы хранения, это можно сделать на обычном сервере. Ну, в сервере обычно помещается сколько там? Ну, там, 24 диска, да, 26 дисков. Здесь можно засунуть до 64 дисков, плюс еще 4, там, SSD диска маленьких для операционки, то есть, достаточно большая емкость. Можно расширить количество портов, то есть, подключение 40-10 гигабит, можно увеличить это количество подключений. Если у вас там софт позволяет презентовать данное пространство, как iSCSI, Storage, или по NFS, или по Fiber Channel, то, соответственно, вы можете из этого сделать Storage. Ну, грубо говоря, проинсталлировали некий образ там на этаповской операционной системы, вы получили Storage систему. Но это сервер в вашем распоряжении, хотите, поставьте OpenStack, три таких сервера, OpenStack кластер, огромное пространство, виртуальный Storage на сейфе. Ну, соответственно, есть различные варианты. О хиперфлексе расскажет сегодня Виктор. Ну, и, к сожалению, немножко не хватило времени на Cloud системы управления подходить на стенд. Там у нас есть демонстрация, там есть ECI, который Виктор рассказывал, там есть UCS-директор, который превращает инфраструктуру в облако. Можно, скажем так, поговорить, посмотреть, потрогать, покликать, разворачивать целые тенденты, разворачивать целые инфраструктуры под приложением. Все это вот сейчас работает. Если, конечно, там никто не поковырялся. Все, спасибо за внимание. Следующая лекция будет о CISC-хиперфлек.